друзья приветствую вас давайте обсудим текущую ситуацию практически всех волнует вопрос началось ли она или еще нет так но у нас вчера очень мощная смп обвалился даже там некоторое время была проблема с поставщиком котировок то есть там по smp некорректно отображалась потом вроде бы все прочухалась посмотрите вчера мы пробили по фьючерсы smp все волшебные уровни и ушли вот в этот диапазон это говорит о том что даже если сейчас мы отскочим а скорее всего мы отскочим на этой неделе о том что скажем так вот этот путь он скорее наиболее вероятно завершён то сейчас будет либо проторговка в этом диапазоне либо проседание почему так произошло но вот один из ответов на вопрос чем была связана вчерашняя такое падение мощнейшие рынков она была связана ответе с тем что пошел рост новых случаев заболеваний в сша тоже вот здесь вот столбик находится также появилась информация о том что ряд штатов например город хьюстон столица техас вообще как бы многие города в техасе находится на грани повторного закрытия на карантин связи с тем что там пошел резкий рост заболеваемости точно такая же ситуация была с аризоны флоридой и по моему в калифорнии тоже этот вопрос поднимался то есть по сути можно сказать что заложено основание для второй волны пандемии то есть и мы видим действительно что происходит рост случаев в общем мировом масштабе в американском масштабе и соответственно это вполне может привести к тому что ближайшее время рынки сложатся уже этот процесс пошел и мы с вами прекрасно видели в четверг что на самом деле стоит за последним раздутым ростом индексов и акций тем не менее на текущий момент времени рост потребление электроэнергии соединенных штатов указывает на то что еще пока не произошел какой-то глобальный сбой то есть потребление электроэнергии растет это говорит о том что производство какие-то открывается офисы торговые центры вот что-то там крутится что-то там пока еще происходит как только этот показатель начнет коллапсировать и откатываться это будет говорить о том что действительно вот это так называемая повторная вспышка она все начала давить итак возвращаясь к американскому индексу фьючерсу на smp месячный таймфрейм у нас пока ничего точно достоверно не подтверждает относительно того что наступил разворот если мы перейдем на недельный то здесь ситуация конечно менее позитивно она заключается в том что во первых smp вернулся вот в этот проторгованный диапазон это раз во вторых здесь формируется медвежья модель который указывает на то что вероятно этот рост если он сейчас даже не рухнет он по крайней мере перейдет от проторговку в этот диапазон то что рост объемов произошел торгов указывает на то что в общем-то активно избавляются от вложений в активов в американский индекс это тоже достаточно тревожный звонок вот на текущий момент наиболее вероятно будет нахождение по фьючерс вот в этом диапазоне 3050 3130 возможно даже если будет закрытие ниже 3053 то соответственно мы останемся и будем торговаться в диапазоне который находится между тремя тысячами и 3052 тем не менее то есть даже если мы закрываемся выше этого значения но вы все убедились в том как призрачен был вот этот рост который происходил до этого и что стоит заявление о так называемом v-образном восстановление но переходя к дневному таймфрейму по фишу с фичурс и сам и что здесь можно сказать в эта картина называется выпуск пара когда сначала накачали огромной ликвидностью рынке взлетели и тут они бах немножко пар выпустили вот на текущий момент времени я думаю более вероятный сценарий что мы сейчас где-то здесь стабилизируем ся но сами видите такой момент указывает на то что в системе много проблем и в любой момент вот это движение но скорее всего под воздействием какого-то фактора типа там вторая волна или еще что-то или какой-то сбой там в торговых переговорах с китаем приведет к серьезному обрушению и здесь уже от следующий такой рывок он будет либо вот сюда вот в этот диапазон или же в случае пробития что вполне может произойти данного уровня уже пойдет возврат вот сюда вот в районе 2500 вот в этот диапазон так мы что касается нефти смотрите но у нас на недельке здесь нарисовалась разворотная картина судя по всему по многим показателям дальнейшего роста не будет то есть до этого было стойкое ощущение что все-таки 47 57 мы по объем но в прессе была масса публикаций американских сланцевиков я не божились свыше 30 долларов за баррель мы все затопим нефти но у меня есть своя точка зрения на этот счет по по поводу того какая должна быть цена на них для того чтобы реально пошло восстановление сланцевого сектора и соответственно он действительно начал осуществлять перепроизводство нефти вот я в телеграме изложил свои доводы и соответственно здесь что у нас получается то есть должен быть диапазон на мой взгляд по бренду 42 48 долларов за баррель но это моя прикидка вот если мы приходим на это значение то здесь уже как бы начинает очень активно американская сланцевая добыча просыпаться разумеется есть месторождения которые более выгодны они при меньшей цене и сейчас успешно функционируют но в среднем процесс активно пойдет где-то когда бренд дойдет до этого значения но мы с вами видим что до этого значения мы не дошли мы только нижнюю граничку его пощупали после этого перешел произошел разворота на дневном таймфрейме на недельном поэтому отсюда сейчас вероятность дальнейшего роста нефти она невысока то есть конечно остается шанс что что-то там произойдет какое-то событие связанное с дестабилизации ситуации в стране нефтедобытчик но на текущий момент я думаю вероятность этого невелика по нефти на дневках у нас вот разворот скорее всего где-то здесь произошел и сейчас мы какое-то время должны поболтаться в этом диапазоне между оранжевой линии и вот этой синей линии то есть 39 и 7 мы пробили закрепились поэтому здесь вероятность того что пойдет дальнейшее движение если только короткий задер будет на вот этот уровень и потом скорее всего сразу пойдет откат и торговля соответственно в этом диапазоне на обозримом горизонте там пятница и первая половина следующей недели соответственно пробую вот этой линии приводит тому что сначала переход идет в этот диапазон и случае пробития нижней границы то соответственно пойдет попытка потестить вот этот сильный уровень 31 и 1 но здесь вот еще один тревожный звоночек почему такое вот событие произошло резкий движняк вниз на рынках что это могло спровоцировать посмотрите до этого вышли данные что в китае очень сильно за май выросли продажи автомобилей но за первую неделю июня вышла статистика что продажи значительно упали вот соответственно то есть вот эти данные которые по китаю ну как-то заранее уже наверное были готовы они также могли послужить вот этим детонационным капсулем который рынок так сильно приспустил так но это хорошая новость которая в плане того что может снизить накал страстей на дальнем востоке альянс по нато не разделяет мнение сша размещать ракеты дополнительные силы поблизости от китая там идет сложная политическая борьба трамп хочет вы выводить часть солдат нато из германии уменьшить количество соединений военных там европа соответственно тоже брыкается не хочет не хочет связываться в авантюру с китаем но на фоне этого еще пошли постоянные новости по поводу того что возможен голод в этом году не могу сказать какие страны это затронет вчера еще смотрел отчет сельхозхозяйственного ведомства сша там вроде у них все нормально все пучком хороший урожай по пшенице и по кукурузе они в общем-то указывают но ряд других источников тоже но тем не менее новостные ленты они не перестают обращать внимание то там какой-то нашествие саранчи в индии и африке то теперь вот организация объединенных наций публикуют о том что есть риск голода в этом году но здесь указывается как основной компонент то что будет нарушение логистических цепочек и вот это нарушение логистических цепочек она ухудшит ситуацию с обеспечением продовольствия пока нефть падает азиатские покупатели начинают скупать активы в европе нефтяные в сша так друзья но вот вы видите что в общем-то российский рынок в четверг и рубль рухнули именно потому что ну все мировые рынки рухнули это было связано с тем что возникло опасение повторной волны и в общем-то волна сейчас как ни крути постепенно обороты набирает помимо всего прочего сейчас я вам на графиках покажу почему валился российский рынок там какие-то пошли на данном этапе с моей точки зрения это вбросы республиканцы предложили ужесточить санкции против р.ф. и исключить страну из системы свифта смотрите почему я думаю что вот те люди которые но они на это сейчас ссылаются что российский рынок в четверг упал из из-за того что там республиканцы предложили ужесточить санкции ну эти люди либо они не понимают механизма либо они вас заблуждение вводят потому что сейчас во первых как бы эта тема ужесточение санкций она уже давно муссируется это раз во вторых встречая сейчас идет предвыборная кампания и республиканцы с демократами борется не на жизнь а насмерть соответственно русская карта она разыгрывается очень жестоко исходя из того что республиканцы предложили ужесточить санкции абсолютно ничего не следует санкции предлагают ужесточать периодически потом что они предлагают сделать исключить из системы свифт я могу вам так сказать что исключение российской федерации или сопоставимой стороны и системы свифт это де-факто означает отказ от использования доллара этой стороной надо ли соединенным штатам чтобы терялся рынок сбыта долларов я думаю что нет можно сколько угодно эту тему муссировать но пока как бы реальный трешак в мире не начнется никто ничего подобного делать не будет далее если мы начнем разбираться что это за документ это некая стратегия которая выдвинута республиканца майкл джонсоном но этот документ на текущий момент времени этой серии мы за все хорошее против всего плохого то есть там причислить россию что страна спонсирует терроризм свифта отключить и далее много всего другого эти вопросы они неоднократно поднимались сейчас я думаю высока вероятность того что никто этого рассматривать не будет это может быть просто заявляться как какая-то стратегия или возможно законопроект на фоне борьбы республиканцев с демократами российский рынок в четверг упал вообще никак не связано с обсуждением каких-то санкций он упал потому что все рынки упали из-за того что пошел рисков из-за опасений того что новая волна корона вируса надвигается то что касается санкций если тут и будет давление но скорее всего осенью будет развиваться и возможно действительно какие-то законопроекты там рассмотрят и что-то попытаются вводить но с другой стороны я думаю пока не произойдет переизбрание американского президента никаких здесь поползновений серьезных быть не должно но если может быть в начале августа по традиции что-то будут обсуждать и машинок немножко приспустят вот а вообще до избрания нового президента ничего здесь скорее всего делаться не будет если переизберут трампа то здесь будет как какие-то вяло текущие действия если придут в классе демократы здесь начнется реальный трешат судя по тому что происходит демократы могут прийти к власти потому что вот все это раздувание истории с борьбой за права это как раз козырной туз демократической партии сша не вот его всегда как бы достают и начинают им трясти когда понимаешь что ситуация для них становится критично вот соответственно приход демократов здесь самые волшебные санкции будут введены в действие и еще такой момент вот если стихнет торговая война все-таки с китаем я думаю это мало вероятно если будет какой-то затишье продолжительное вот в этот момент могут заняться россии вот пока на текущий момент я думаю что российский рынок он движется целиком фарватере американского рынка и рынка нефти и поэтому если там намечается какая-то буча то соответственно российский рынок тоже будет проседать но и вот вы копировка из этого волшебного доклада но тут действительно есть слова о том что россию надо признать страной спонсором терроризм отличие отключить от свифта там точечные санкции в отношении отдельных лиц приближенных президенту ввести но обращаю внимание что этот документ это стратегия это не законопроект хотя законопроекты там тоже имеется на рассмотрение но сейчас как бы текущее падение российского рынка с этими документами не связано ближе к осени или в начале августа могут вот все эти действия связанные с санкциями против россии активизироваться вы смотрите вчерашнее падение российского рынка и рубля здесь у нас с ночи начала нефть падать видеть его пошла на вниз индекс волатильности он же индекс страха вон от значит 10 на 11 июня пошел в рост и на момент открытия российской площадке он вырос 27 до 30 то есть на 10 процентов разумеется здесь ударило по всем рынкам данное обстоятельство и она никак с этим обсуждением законопроекта санкциях россии не связано моего друзья канадский доллар к сша 11 июня в ночь до открытия российской сессии соответственно здесь падение канадского доллара где-то порядка одного процента как и российского рубля к доллару вроде против канады американцы штат санкции же не вводили так что здесь как бы все движение по рублю она была целиком связана с общим состоянием на рынке падение цены на нефть силу опасения второй волны корона вируса роста индекса волатильности и так называемого риск of мы касательно движение мирового питала вполне вероятно что на прошедшей неделе мы увидели разворот индекса доллара и теперь доллар будет расти ко всем мировым валютам ну конечно неделя еще не закончилась закрытие будет сегодня вечером но здесь уже вполне как бы отрисовывается картина который указывает на то что вероятно вот этот модель была отработана он не задержался в этом диапазоне и связи с этим вполне вероятно что на следующей неделе мы увидим рост доллара ко всем валютам и соответственно это будет сопровождаться риск оффом то есть проседание в том числе рубля к доллару и снижение основных фондовых индексов и акций ну а тема реального санкционного давления на рф она может с моей точки зрения всплыть в начале августа а по хорошему наиболее вероятный сценарий до осени там до октября середины скорее всего нас особо санкциями трогать не будут хотя здесь всякое возможно но я думаю сейчас вот это снижение обвальное российского рынка и рубля она никакого отношения вот к данному документу и какому-то там якобы санкционному давлению на рф не имело отношения спасибо за внимание